Звериное слово. Майк Гелприн. Елена Щетинина. Ликха решилась на побег на закате, через полчаса после того, как Дуэнья усадила ее в ванну. Ванну Ликха ненавидела, и тряпки, в которые ее упорно обрежали все эти годы, и Дуэнью, жирную бабищу с завитыми седыми лохмами и обвисшими, едва ли не до пупа, грудями, и прочих обитателей крепости, надменных, самодовольных имперцев, и их изнеженных, раскормленных баб. И в особенности распорядок дня. Все заранее известно. Все по часам. Подъем, завтрак, рукоделие, обед, прогулка, вновь рукоделие, ванна, сон. Таковы были имперские правила. Каждодневные и ненавистные, но обязательные. Правила Ликху приучили соблюдать еще в далеком детстве. Мамки и бабки. Дуэнья то и дело маячила в дверях, выложенной мрамором ванной комнаты. Нагло ощупывала Ликху с сальным взглядом, ухмылялась, облизывала влажные толстые губы. «Пусть сладенькая дикарочка промоет все свои складочки!» — гнусавила Дуэнья, едва различимая в поднимающихся от печи облаках пара. «Хорошая девочка должна быть чистенькой и приятно пахнуть!» Ликха вежливо скалилась в ответ, едва сдерживаясь, чтобы не метнуться к жирной гадине и не перехватить ей зубами горло. Верно пророчил бородатый имперский воин, который десять лет назад притащил Ликху в крепость на Аркане. «Из кутенка вырастет волкарица!» — сказал тогда бородач и с размаху швырнул малолетнюю пленницу под ноги стражникам. «Ушистая китхи из нее никогда не выйдет. Попомните мои слова!» Старший стражник пожал плечами, ухватил Ликху за шкирку и потащил за собой, будто мешок с отрубями. Слова, которые бородатый велел попомнить, стражник наверняка пропустил мимо ушей, но не Ликха. Ее оставили в живых лишь потому, что она была еще кутенком, несмышленной безобидной сучкой-щенком. Остальных женщин умертвили у нее на глазах, деловито и бесстрастно зарезали, затем столкнули в пропасть тела. Над Ликхой, ражей, кряжистый имперец тоже занес уже было клинок, но бородач вывернулся у него из-за спины и перехватил руку на замахе. «Наместник велел доставить в крепость девку для услад и забав», — буркнул бородач. «Это вроде и себя ничего. Пускай живет». До возраста, пригодного для услад и забав, Ликхе оставалось сейчас всего чуть, но дожидаться наступления этого возраста она не собиралась. «Волкарицы в неволе не живут. Она либо вырвется из скрепостной клетки, либо подохнет». Ликха повернула тугой бронзовый рычаг и подставила ладонь под горячую струю. Ванна была первым, с чем она познакомилась здесь десять лет назад. Тогда ее кусающуюся и царапающуюся завернули в грубую холстину и бросили прямо в воду. Не такую горячую, как сейчас, лишь слегка теплую. Ликха чудом выпуталась из мгновенно набрягшей и ставшей тяжелой ткани, вынырнула, отфыркалась, рванулась прочь, но грубые жесткие руки швырнули ее обратно. Затем вода стала теплее, еще теплее, еще. Ликха не успевала понять, что происходит. Три пары рук ворочали ее, намыливали, натирали до крови жесткой щеткой, смывали пену и грязь и намыливали опять. Это было отвратительно и ужасно. Сейчас ужаса она уже не испытывала, но отвращения осталось. Даже после десятка лет, прожитых бок о бок с имперцами. Сначала забавным домашним зверьком, потом все менее забавным, но привычным и милым. Ликха хлопнула рукой по воде. Вверх взмыл фонтанчик брызг. Дикарочка забавляется. Сипла осведомилась дуэнья. Ликха снова оскалилась и показала теперь уже невидимое за струями пара, бабище, похабный жест. Затем потянула к себе тунику и один за другим выудила из ее складок полтора десятка плоских камней. Ликха собирала их не один месяц, таясь, озираясь, следя, чтобы никто не заметил, как она умелым пинком подбрасывает камень в воздух, ловит на лету и прячет под поддол. Как же она ненавидела эти бабские тряпки, наброшенные на плечи, шитые золотой вязью простыни, хламиды, под которыми гулял ветер. То ли дело штаны, рубахи и сказной шерсти, что носили воительницы племени. Удобные, теплые, не скувающие движений. Ликха вновь похлопала ладонью по воде и пару раз звучно шлепнула по скользкому мрамору. Затем быстро расставила камни, опутала выдернутой из рукава нитью. Достаточно будет лишь подтолкнуть первый, и они начнут медленно соскальзывать, громко плюхаясь в воду. Дуэнни не сразу поймет, что эти звуки производит неплещущаяся Ликха. А когда спохватится, будет уже поздно. Пока оповестит стражу, пока вышлют погоню, пока та в темноте отыщет след. Расставив камни, Ликха на цыпочках подкралась к дальней торцевой стене. В нее на высоте в два человеческих роста было врезано узкое и скошенное наружу отверстие для проветривания. Вечер за вечером, принимая постылые ванны, Ликха обследовала это отверстие. Научилась бесшумно подпрыгивать и цепляться за край кончиками пальцев, подтягиваться на руках и протискиваться в щель. Свобода была так близка рукой подать, но Ликха не торопилась. У нее был шанс. Всего один. Другого ей не дадут. Потерять этот шанс означало потерять навсегда свободу. А значит и жизнь. Десять лет Ликха терпеливо ждала своего шанса. Сегодня ее день настал. Она проделала привычный, выученный за сотни тренировок набор движений. Подпрыгнула, подтянулась, втиснулась, огляделась. Примыкающий в крепостной стене двор был пуст. Лишь откуда-то издалека доносились едва слышные голоса и смешки занятых болтовней стражников. Ликха соскользнула вниз, метнулась камням, последний раз оценила правильность их расстановки и заранее рассчитанным движением толкнула первый. Камень качнулся и стал медленно, словно неохотно, валиться в воду. Ликха услышала его плеск, когда уже подтягивалась к врезанному в стену отверстию. Она резко, отчаянно вонзилась в него, протиснулась, выбросилась во двор. Перекатами его одолела и замахнула на крепостную стену между зубцами, цепляясь за каменную кладку ногтями. В кровь, обдирая руки, плечи, коленки, стала спускаться. На полпути сорвалась и, сложившись в комок, полетела вниз. Грянулась озимь, покатилась по склону. Больно было неимоверно, но Ликха сумела подавить крик и даже не застонать. Она сходу вмазалась в древесный ствол, но лишь клацнула зубами и больше не издала ни звука. Кое-как поднялась на ноги, шатнулась, но устояла. Превозмогая разламывающую ребра боли, потрусила в лес, на свободу. Полчаса спустя она отыскала в темноте вепривую тропу, встала на нее и, надрывая жилы, ни на мгновение не останавливаясь, помчалась на север. — Подъем! Вставай, дряхлый немощь! Подъем, я сказал, старый дурак! Лаевес разлепил веки, рывком сел на постели. Птица пересмех в раз деликатно смолкла и принялась чистить перья крючковатым клювом. — Сам ты дурак! — передразнил птицу Лаевес. Он резко, совсем не постариковски поднялся на ноги. За неполную минуту оделся, выдернул из-под подушки и подвесил к поясу, жалованный покойным императором, кинжал с украшенной драгоценными камнями рукоятью, с которым не расставался, даже укладываясь на ночлег. Пружинисто ступая, будто по-прежнему был юным панцирником-новобранцем, а не разменявшим седьмой десяток отставным тартильером, зашагал к дверям. — Хороший денек будет! — напутствовала Лаевеса птица пересмех. — Слава императору! Нынешний сопляк-император заслуживал не славы, а повешения. Но старый тартильер спорить не стал. Птица принадлежала еще его покойному деду. Прошла через десятки походов и сражений, а потому имела право на собственное мнение. Лаевес ступил через порог спальни в гостиную. Привычно поморщился при виде обетшалых, давно не беленых стен. Прислуги он не держал. Скудных средств едва хватало, чтобы не протянуть ноги самому. Так что приводить в порядок жилище было некому. Да и незачем. Дочерей у вдового тартильера не было. А оба сына не вернулись из похода против островных варваров, который молодой император с дуру затеял пять лет назад. Лаевес скрижетнул зубами от злости. Как бывало всякий раз, стоило вспомнить ту безрассудную авантюру. Архипелаг лежал в сотни дней морского пути от южного побережья. Решение отправить туда тартилью в сезон штормов было безумством. Но сопляк жаждал славы. Ему непременно нужно было совершить нечто, от чего отказался десяток предшественников. До островов панцирники не добрались. Назад вернулся хорошо, если каждый четвертый. Остальных поглотила пучина. Старик выбрался на крыльцо. С минуту постоял недвижно, глубоко втягивая в себя свежий, хранящий еще ночную прохладу воздух. Солнце уже выглядывало одним глазком из-за горной гряды. Стремительно слабели утренние сумерки. Во дворе тянула вверх стебли буйная некошенная сорняк трава. Лаевес окинул привычным взглядом окрестности. Засеянную кормовыми растениями равнину, с юга упирающуюся в побережье и обрывающуюся у горных подножий севера, востока и запада. Полтора десятка невысоких прибрежных холмов, лепящиеся к их склонам жилища, пожалованные покойным императором, особо отличившимся в сражениях ветеранам, панцирникам, тортерам и тартильерам. Некогда жилища именовались вилами, но сейчас назвать так обветшалые с прохудившимися стенами и крышами постройки не поворачивался язык. Со смены императорской власти о ветеранах забыли. Казна отказала выплате содержания. Добрая треть стариков уже перемерла. Остальные доживали свой срок и до сих пор не протянули ноги с голоду лишь потому, что выручал питомник. Лаеве спустился с крыльца и зашагал к питомнику вниз по склону, по пути приветствуя приложенной к сердцу ладонью спешащих туда же, куда и он, ветеранов. Ночная смена уже закончила труды. Четыре десятка стариков ждали у массивных ворот, врезанных высоченный в три человеческих роста чистокол. Мрачные, немногословные, неприхотливые. Отчаянно храбрые, бывалые, видавшие виды воины, уволенные в отставку и забытые за ненадобностью. Поселение догорало. Проложенные паклей и политые огненной водой постройки запылали быстро, будто пламя таилось где-то внутри них и только и ждало, когда его освободят. Ликха сидела поотдаль на пригорке, у тлеющего бревна, под кору которого запихала несколько клубней потата. Она уже очистила копье от крови и теперь отдыхала, рассеяно давя на себе блох. Воительницы бродили по пепелищу, методично добивая раненых, в первую очередь мужланов. Увечные мужланы были ни на что не пригодны, только зря жрали мясо, да выли по ночам от боли и тоски. То ли дело те, кого сами женщины выхолостили или лишили конечностей. Такие и знали, что это может быть только началом, и готовы были на все, лишь бы от тела не отсекли новый кусок. Рина-дубинщица ловко дробила черепа, утыканной острыми камнями пальцей. Ликха слышала, как она заливисто смеялась и предлагала товаркам пари, что разобьет очередную башку с первого удара. На пари никто не соглашался. Слишком хорошо знали Рину. Она гордо хмыкала, раздувала ноздри и шагала дальше, по пути пиная ногами мертвецов. Дайна-лучница тащила за собой истошно орущую, упирающуюся бабу. На щеке Дайны олели три свежих царапины, явно не боевые ранения. Ликха, понимающая, хмыкнула. Дайна, как обычно, пыталась зазвать бабу в племя. Жестами чилась растолковать, чем женщины отличаются от баб. Имперка, как обычно, не понимала. Женщины-воительницы были единственно стоящими созданиями в этом мире, лучшими из всех существ, порожденных на свет. Их предназначением было бесстрашно драться, воевать и гибнуть в сражениях. Хилые, не способные держать оружие бабы, были разве что ходячими утробами для вынашивания потомства. Их презирали и терпели лишь потому, что племя нуждалось в новых воительницах. Обращались, правда, с бабами намного лучше, чем с мерзкими, вонючими мужеланами, недостойными жить на воле. Мужеланов держали лишь для осеменения или развлечения юных воительниц, отрабатывающих на них боевые навыки. Редко какая из пленных баб прислушивалась к дайне и примыкала к племени. И ни одна не задерживалась дольше, чем на год другой. Помирали от болезней, гибли родами или просто сбегали. Их никто не держал, в племени каждая выбирала свой путь. Выбор, впрочем, был невелик – стать воительницей или же подстилкой для осеменителей. Иногда кости беглянок, выбеленные ветром и дождями, находили годы спустя во время очередного похода. Их даже не хоронили. Покоиться в земле достойны были только женщины. Дохлые мужеланы и бабы годились разве что в пищу падальщикам и мясным червям. Дайна, наконец, потеряла терпение. Она подтащила истошно верещащую бабу к высохшему, скрюченному деревцу. Зло вытерло кровь с ранок на лице и выдернула из-за пазухи нож. Женщины замерли. Даже Ринна-дубинщица перестала показывать остальным свое мастерство и, опершись на палицу, принялась наблюдать, как Дайна спарывает воющий бабе брюхо. Внутренности вываливались наружу. Дайна Наска рассмастерила из них петлю и повесила издыхающую бабу на сизых, скользких кишках. Ликха вздохнула и легла на спину, устремив взгляд в небо, по которому медленно плыли пухлые, как имперские подушки, облака. Стать в племени своей так и не удалось, несмотря на то, что она быстро выучилась ему необходимому. Управляться с луком и копьем, читать следы, отличать ядовитые травы от съедобных, печь в горячем песке саранчо и велить мясо, заплетя нарезанные ломти в собственные волосы. Она пробиралась на север долгие месяцы, днями хранясь в лесных буреломах и звериных норах и передвигаясь исключительно по ночам. Несколько раз чудом избежала поимки, едва не утонула, переплывая бурную реку, едва не подохла от укуса ядовитой гады и, наконец, добралась. Узнали ее сразу. Пометки вокруг пупа, выколотой при рождении, сдобренной соком, синявки и иглой. Это был племенной знак, который раз в год менялся и по которому определяли возраст каждой соплеменницы. А значит и время, когда ей можно впервые лечь под осеменителя, если выберет для себя путь бабы. Воительницы не рожали. Часть из них была бесплодна, другая лишала себя плодородия, с измольства водя в лоно стебли погибель травы. Ликхе метко, как выяснилось, оказалось ни к чему. Поветухи осмотрели ее со всех сторон, ощупали, засунули пальцы в лоно, посовещались, мотая взлохмаченными седыми головами, и вынесли вердикт. Пустышка. Это было славно и правильно. Не для того Ликха бежала из имперского плена, чтобы ложиться под мужланов и ходить вечно брюхатой. Ей предназначено было стать воительницей, и она ее стала одной из лучших, и тем не менее не стала своей. Прожитые в неволе годы не прошли даром. Что-то осталось в Ликхе от этих лет, что-то чужеродное, немощное, слабое, и соплеменницы это чуяли. Повитухи говорили, что раньше, очень давно, в племени рожали все женщины, но потом духи с милостью велись. Самым сильным они подарили бесплодие. Впрочем, искусство плодородия в себе умертвлять. Приплода хватало и от баб. Правда, младенцев мужланов убивали сразу. Выкармливать их, не зная, выйдет из младенца сильный, с мощным торсом, толстыми ногами и твердым стержнем мужлан и лихилый немощный задохлик смысла не было. При граничных поселениях осеменителей хватало с лихвой. Неподалеку от Ликхе раздался топот, в нос шибанули пыль и гарь. Она приподнялась, опираясь на локтях, недовольно морщась и чихая. Трикопейщицы гнали перед собой стадо мужланов, покрытые кровавой коркой и копотью. Те шли, пошатываясь, еле перебирая заплетающимися ногами. Не от слабости, от позора, стыда и предчувствия скорбной участи. Такие вещи Лика умела определять чутьем. Часть мужланов, самых крепких, с полными ядрами и внушительными стержнями, пустят на осеменение. Оставшихся выхолостят и заставят работать. Провинившимся наказание будет одно. За каждый проступок виноватого лишат куска тела и так будет, пока не добьются полной покорности. Мужланам это не особо повредит. В конце концов, осеменять баб можно без рук и ног, а оттаскать тяжести без языка и глаз. Если сдохнут, не беда. Вокруг стоянок племени всегда много голодных падальщиков. Ликха проводила взглядом пленных и снова перевернулась на спину. Задумываться о привычных вещах ей почему-то было тягостно. Расправа над пленными не дарила радости, а вызывала скорее брезгливость. Ликха так и не рассказала соплеменницам о своей жизни в имперском плену. И потому что не могла подобрать правильных слов и от того, что побаивалась говорить откровенно. К примеру, о том, что мужланы бывают не только вонючие и трусливые, а есть среди них сильные и отважные, точь-в-точь как лучшие из воительниц. Или о том, что не обязательно страшиться дикого зверя и истреблять его. Что с лютым зверем можно дружить, и он будет служить тебе верой и правдой. Надо только знать, как правильно с ним обращаться. А еще о том, что сгинуть в бою зачастую бывает непочетно, а попросту глупо. Огонь, кровь и смерть, и опять огонь, кровь и смерть. И снова. Воевать было необходимо, потому что тех, кто не воевал, неминуемо порабощали. На том стоял мир. На том ли? Лесной пожар уничтожают встречным огнем, и останется лишь мертвое пепелище. Вышедшие на войну грозное племя встречают другой силой. И тогда... Ихак! Протяжный крик кликальщицы выбил ликху из раздомий. Ихак! Это был знак ко всеобщему сбору. Воительницам, пьяным от битвы, победы, смерти и крови, пора было возвращаться в родные края. В отличие от людей, питомцы недостатка в уходе не знали. Ни исполинские, свирепые, норовистые боевые панциры, ни покладистые, послушные ездовые, ни те, которые плохо подавались дрессуре и потому откармливались на убой. Старый лейвес отпер первый вольер. Ступил вовнутрь. Дремавший в дальнем углу исполинский сикач поднялся на колоннообразных лапах ему навстречу. Выпростал наружу страшную, кожистую и зубастую морду. Лейвес шагнул к нему. Протянул сладкий, сочный корнеплод. Сикач осторожно слезал угощения с ладони, мгновенно его разгрыз и проглотил. Благодарно потерся уродливой башкой стариковское плечо. Лейвес в ответ дружески похлопал его по панцирю. Опростал в кормушку заплечную торбу, поставил рядом ведро с водой, выбрался из вольера наружу и шагнул к следующему. После кормежки питомцев предстояло вывести и до обеда нещадно гонять, отрабатывая и закрепляя ходовые и боевые навыки. Потом развести по вольерам тех, кому настала пора отправить на случку, позаботиться о кладках, принять вылупившийся на свет из яиц новорожденных. Забот в питомнике старикам хватало с лихвой. Трудиться без роздыха предстояло до самого заката. Тартильер! Лейвес обернулся на голос. Звал однорукий Баус. Панцирник, ходивший под его началом в десяток походов. Против западных поморов, восточных кочевников-бедуинов, северных варварок, потерявшую руку в битве с горными дикарками, не знающими и не дающими пощады воительницами. Мускулистыми, ловкими, бесстрашными и предельно жестокими. Слушаю твои слова. Традиционной фразой отозвался Лейвес. Тартильер! К тебе конные столицы! С посланием! Лейвес от неожиданности сморгнул. Столичные посланцы вот уже пять лет, как его не жаловали. Если, конечно, не брать в расчет прижимистых торговцев, скупающих на перепродажу питомцев, и то и дело норовящих обсчитать продавца. Конный из столицы ждал Тартильера у ворот. Лейвес скрыл пакет, пробежал глазами, выведенные ровным, убористым почерком строки. При виде императорской подписи понизу скривил губы. В послании Тартильеру Лейвесу предлагалось выехать в столицу немедленно. Передая его императорскому величеству, бесстрастным голосом проговорил Тартильер, что я принять его приглашение не могу. Гонец не слезая с седла, фыркнул. Ты не в своем уме, старик? Осведомился он заносчиво. Это не приглашение, это приказ. Император желает видеть тебя по делу, не терпящему отлагательств. Он оказывает тебе честь, призывая к себе. Вот как? А если я откажусь от такой чести? Тогда тебя доставят в императорский дворец силой. Старый Тартильер презрительно хмыкнул. Это не слишком легко проделать. Закончим, пожалуй. Скажешь его величеству, что видеть его я не желаю. Он развернулся к посланцу спиной и зашагал к питомнику. Постой, Тартильер! Заносчивости в голосе пришлого больше не было. Да прости же, прошу тебя! Выслушай меня, пожалуйста! Это важно! Неимоверно важно, поверь! Лаевес остановился. Развернулся на месте. Слушаю твои слова. На севере беда, Тартильер. Варварские племена смяли пограничные заслоны и вторглись в наши пределы. Штурмом взяли два северных города. С полминуты Лаевес молчал, пытаясь осмыслить сказанное. Ты лжешь, бросил он наконец. Северная Тартилья не допустила бы этого. Я говорю правду. На этот раз в голосе посланца явственно звучали горечь и печаль. Я попросту не успел сказать тебе главного. Тартильер Ридрис бросил против варваров Северную Тартилью все четыре клина. Четыре? Лаевес решил, что ослышался. В Северной Тартильи всегда было два десятка панцирных клиньев. Так было когда-то. Тартильерия понесла большие потери в походе к Южному Архипелагу. Его Величество решил не возобновлять ее численность. Императорская казна пуста, о разведении содержания панциров слишком расточительно, поскольку завоевательных кампаний более не предвидится. Траты на армию значительно сокращены и в основном за счет расходов на наиболее дорогостоящую ее часть. Усилием воли Тартильер сдержал гнев. Пусть так, сказал он бесстрастно. Четыре клина все еще достаточно, чтобы одолеть многотысячную варварскую орду. Так в чем же дело? Клиньев больше нет. Дикарки уничтожили их. Тартильер Ридрис убит в бою. Тартилья истреблена. Панциры мертвы, так же, как их наездники. Никто не спасся. Все легли там. Лаевес скинул голову. Как такое могло случиться? Тартильерия непобедима. Посланец наконец спешился. Собирайся, старик, сказал он негромко. Очень тебя прошу. Варварки нашли управу на панциров. Оба города они сожгли и откатились обратно в горы. Молодых и сильных горожан угнали с собой, остальных вырезали. Поголовно. Включая младенцев, стариков и находящихся в тягости женщин. Убить панцира невозможно, если не застать его врасплох. Неверным голосом пробормотал Лаевес. Немыслимо. Копьем или стрелой можно достать седока, но не боевого сикача, опущенного в атаку. Так считалось раньше. Мой младший брат Гореш был среди тех, кого его величество отправил на север, когда оттуда пришли дурные вести. Гореш воочию видел мертвых панциров с расколотыми панцирями и разможженными головами. Так или иначе, жители северных провинций бросают свои дома и бегут на юг. Дороги забиты беженцами. Некоторые из них издалека видели варварские орды. Очевидцы рассказывают такое. Ты должен выслушать их, Тартильер. Император надеется, что твои познания, твой опыт и навыки... Довольно, перебил посланца Лаевес. Мои познания и опыт, надо же! Почему-то до сих пор... Он осёкся, не закончив фразы. Ладно, прости. На сборы у меня уйдёт полчаса. Мужлан умирал, распластанный на горячем камне. Его внутренности, разложенные вокруг, в причудливом узоре, уже успели высохнуть и сморщиться. В воздухе витал густой, тяжёлый смрад. Ликха вздохнула. Она узнала, мужлан. Подросток, захваченный в плен пару дней назад, в набеге на приграничный заслон. Нападение было внезапным. Они даже не потеряли ни одной воительницы. Лишь аркопрачница сломала ногу. Заслон стоял на отшибе. Десяток стариков, едва держащих оружие, да столько же юнцов, толком не понимающих, что с этим оружием делать. Старики все, как один, легли в бою. Юнцы, кто не успел сбежать, забились в погреб. Их вытаскивали оттуда по одному, дрожащих от страха, перемазанных в собственном дерьме. Живых оставили лишь двоих, и то потому, что выглядели они необычно. У одного было шесть пальцев на руке. Мать-предводительница решила, что это знак, и велела оставить шестиполого на осеменение. Воительница с лишним пальцем будет крепче держать копьем, ловчее управляться с ножом или дубиной. У другого были синие глаза, матово-белая кожа и густые, рыжие, как ржа на прохудившемся клинке, волосы. На камне умирал как раз рыжий. Ликха в набеге не участвовала, ходила в разведку с передовым отрядом. Когда вернулась, ей рассказали, что пленного накормили от пуза и повели на осеменение колченогой Патме, которая готовила для отряда стрепню. А тот выдернул припрятанную в заднем проходе острую кость и всадил ее Патме в горло. Рыжего оттащили, сломали ему руки, выбили зубы, а когда вспороли живот, Патма успела уже помереть. За это казнь мужлану полагалась мучительная. Рыжий хрипел, его глаза закатились так, что были видны лишь белки. На губах выступила кровавая пена. Ему давно надлежало уже околеть, но старухи знали секреты трав и отваров, продлевающих жизнь. Ликха досадливо покачала головой, шагнула к умирающему, огляделась украдкой, резким ударом ноги в висок, выбила из пленника жизнь и пошагала дальше. Тем же вечером она вызвалась в ночную разведку. В одиночку. Так было быстрее. Во время скитаний по пути из Империи домой, Ликха выучилась отменно ориентироваться и пытать следы в темноте, лучше любой соплеменец. Теперь ей предстояло за ночь одолеть горный перевал и с утра подыскать удобные тропы для набега на юго-восток. Ничего особенного. В подобные вылазки она вызывалась не раз. Если нигде не задержится, то обернется за день. Мать-предводительница обещала ждать. Камень под ногой предательски дрогнул и ухнул вниз. Ликха успела сгруппироваться, обеими руками в прыжке схватиться за горный выступ, но мокрая от пота ладонь подвела. Разведчица сорвалась и полетела вниз. Гора стала стремительно удаляться, словно убегая от нее. В панике Ликха попыталась свернуться в комок, чтобы сломать как можно меньше костей, но не успела, грузно рухнув в темноте на что-то податливое, упругое, прогнувшаяся под ней и не забравшая жизнь. От удара из нее выбила дух. Ликха долго лежала на спине, подергивая головой и разевая рот, словно выброшенная на песок речная рыба. Потом, наконец, пришла в себя, и в тот же миг на нее навалилась зловония. Разила тухлятиной, гнилью, звериным дерьмом, но вместе с тем и сладостью, едва уловимой, молочной, детской и безобидной. Ликха перевернулась на живот, с трудом встала на четвереньки. Страшно, словно после удара дубиной болела голова. По горлу прокатился едкий комок, и Ликху вывернула прямо себе на руки. А потом что-то запищало в темноте, заворочилось, недовольно закликотало и толкнуло ее в живот теплой тяжестью. Ликха вытерла руки о рубаху, достала гремучие камни и тряпицу, пропитанную огненной водой. Выбив камнями искру, запалила ее. Рыжая пламя встрепенулась и заиграла, обдав жаром ладони, и осветила пещеру, уходящую вглубь скалы. Ликха оглянулась, в тот же миг метнулась вперед. Она стояла на карачках на самой кромке, за спиной чернела пропасть. Тряпица затрещала, стремительно догорая и обжигая пальцы. Ликха взмахнула ею, чтобы потушить, и в последнем сполохе пламени увидела нечто, заставившее ее похолодеть от ужаса и восторга. Ездовой панцир шел по размытому дождями колдобистому тракту легко и спора. На десяток корпусов впереди запалившегося, роняющего с губ пену, жеребца. Рытвины, ямины, ухабы были панциру нипочем, дорог от бездорожья он не отличал, пер на пролом, куда направлял умастившийся в пазухе между панцирными сегментами наездник. Сопутствующие ходу ездового качка и тряска Лаевезу были привычны и не причиняли ни волнений, ни неудобств. Зато увиденное по пути их причиняло с лихвой. Поселение, жмущиеся к тракту по обеим его сторонам, выглядели не так, как десяток другой лет назад. То и дело таращились на путников пустыми глазницами, заколоченных досками окон брошенные дома. Жилые прятались за чистоколами и плетнями, ворота в них были наглухо заперты, они традиционно распахнуты на стеж знак того, что обитателям желанны и приязнены гости. Свитые на крышах гнезда, приносящих в дом удачу и счастье птиц пустовали, хотя до перелетного сезона было еще далеко. Засеянные поля чередовались с заросшим осотом и чертополохом. Стада однорогов, некогда тучные и многочисленные, казалось, поредели. Случившиеся в пути встречные в беседы не вступали, хмурились, отводили взгляды и спешили как можно скорей разминуться. Спросил Лаевес на исходе вторых суток пути, когда убедился, что картина всеобщего упадка и запустения, если и меняется, то лишь к худшему. Я не узнаю мест, через которые не раз проезжал и в которых не раз останавливался, когда был молод. Императорский гонец долго молчал, насупившись. Затем вытянул плетью коня и добавил ему пятками по бокам. Жребец обиженно заражал, но прибавил ходу, догнал панцира и пошел с ним вровень. Между нами, тартильер, буркнул всадник. На мне камзол имперской расцветки. Встречные крестьяне, купцы и ремесленники по-видимому принимают меня за сборщика податей. Законы, принятые его величеством по части обложения податями, в народе не популярны. В восточных областях год назад был бунт. Его подавили, но все идет к тому, что вот-вот бунт вспыхнет на западе. Бунтари? Подала голос, сидящая на левом плече тартильера птица пересмех. Дерьмо! Слава императору! Не понимаю, скинулся лаевес, пропустив птичью реплику мимо ушей. На что уходят подати? Ганец его величество хмыкнул, пожал плечами. Это лучше увидеть собственными глазами, чем принимать на слух. До столицы трое суток пути, скоро узнаешь. За сутки до цели на закате на безлюдный зажатый по обеим сторонам лесом тракт вышли волкари. Жеребец под императорским посланником шарахнулся, встал на дыбы, испуганно вскрикнул цепившийся в гриву всадник. Старый лаевес осадил ездового, привстал, огляделся. Волкари были тощими, поджарыми, явно голодными. Три десятка голов прямо по ходу и столько же с едва скрываемым ужасом в голосе спросил посланник. Конец, да? Скажи мне, старик! Тротильер не ответил. Он легко по-молодецки спрыгнул с панциря на землю, покачнулся на дрогнувших, потерявших былую силу ногах, но устоял. Медленно, но твердо ступая, двинулся вперед, туда, где припав к земле, готовился к атаке темно-серый с рыжими подпаленными вожак. В десяти шагах от него Лаевес остановился, присел на корточке. Ко мне. Тихо, едва слышно позвал он. Иди сюда, я сказал. Живо! В глазах волкарьего вожака полыхнул желтый огонь. Жестокий нрав, свирепость и голод боролись в нем сейчас против навязываемой извне чужой воли, властной, неодолимой, исходящей от существа, не боявшегося готовых разорвать глотку зубов и когтей. Вожак попятился. Чужая воля и бесстрашие одолевали. Свирепость и злость отеснялись на задворке звериного сознания, уступая место первобытному страху перед неведомой высшей силой. Волкарь заскулил тонко, просительно, будто был не матерым вожаком стаи, а слабосильным полугодовалым кутенком. Ко мне, я сказал, повысил голос старый тартильер. Волкарья воля сломалась. Злобный нрав увял, уступив место послушанию и покорности. Поскуливая, вожак потрусил назов, вильнув хвостом, высунул шершавый язык и осторожно лизнул протянутые к нему пальцы. Хорошо, теперь пошел вон. Волкарь взвизгнул от обиды, что не сумел услужить, развернулся и припустил в лес, уводя за собой стаю. Старый лаевес поднялся на ноги. Вот и все, буркнул он, а ты говорил конец. Как тебе это удалось? В голосе императорского гонца звучали теперь почтение и восторг. Как ты смог это проделать, старик? Лаевес хмыкнул в ответ и, цепляясь за панцирные наросты, полез ездовому на спину. Он мог бы рассказать этому молокососу, как однажды в походе, высланный в разведку тортильерский разъезд, атаковала выскочившая из-за бархана пара пустынных левиафлюдоедов. И как смаху заскочил на панцирь гривастый самец. И как взревел и совершил то, что считалось почти невозможным. Верный сикач сходу встал на задние лапы, как жеребец на дыбы, готовый опрокинуться навзничь, чтобы раздавить незваного гостя. И как это не понадобилось, потому что левий уже не помышлял нападать. И как ластилась к ногам и мяукала, вымаливая пощаду левица. Ничего Лаевес однако рассказывать не стал. Звериное слово. Вместо этого проворчал он. Тартильеры владеют им. Он мог бы добавить, что звериным словом, спеченными в единый шмат бесстрашием и волей, владеют далеко не все тратильеры, а лишь самые сильные, самые искусные из них. Рядовой панцирник мог отводить тайгера или падальщика, возглавляющий панцирный клин Тартер мог упросить парящего в небе сокаря спуститься и усесться ему на предплечье, но починить себе стаю диких свирепых зверей, принудить ее действовать в своих интересах умели лишь избранные. Лаевес был лучшим из них и в Тартильеры покойный император произвел его именно поэтому. Должность тысячника, командующего двумя десятками панцирных клиньев, досталась Лаевезу вместе с чином. Что это за урод? Мать-предводительница, сморщив нос, рассматривала существо, которое Ликха бережно держала в руках. Существо действительно было уродливо, небольшое, облезлое, с длинной масластой шеей. Оно неуклюже копошилось, раздевая шишковатый клюв в недовольном клёкоте. Я думаю, это дактиль. Нежно сказала Ликха с неожиданной для себя любовью, глядя на уродца. Птенец, совсем маленький, гнездо, наверное, сорвало ветром, и оно рухнуло вниз. Там были ещё птенцы, всё дохлые, только этот живой. Предводительница отшатнулась в страхе, затем прищурившись, вгляделась в птенца. Прикончи его, посоветовала она. В пищу он не годится, жёсткий, да ещё и воняет. Лучницы как раз вернулись с охоты, принесли клыкоря, а этого надо убить, а то вырастет и сам нас сожрёт. Дактильи были некоронованными правителями мира. Ни человек, ни зверь не мог справиться с исполинской крылатой смертью, когда дактиль камнем падал с небес на высмотренную добычу. Даже свирепые, лютые, селящиеся в горных пещерах драгоны в ужасе разбегались и прятались при виде парящего в небе чудовища. Ты не понимаешь. Ликха пальцем почесала птенцу голое пузо, и тот довольно захрюкал. Имперцы знают звериное слово, лишь поэтому они управляют панцирными чудовищами. Не страхом, не лаской управляют, а словом. Слыхала про это, кивнула предводительница. Но ты прожила у них столько лет и так и не узнала этого слова. Ликха виновата потупилась. Может быть, я еще узнаю, пробормотала Анна. Можно я оставлю птенца себе? Мать предводительница равнодушно пожала плечами. Оставляй, только выкармливать этого урода будешь сама. Подъем! Вставай, дряхлая немощь! Подъем, я сказал, старый дурак! Лаевес проснулся, едва не утонул в пуховых перинах, выругался про себя и, наконец, спустил ноги на пол. Птица пересмех деликатно примолкла. Сам ты дурак! Привычно отдернул птицу тротильер и поднялся на ноги. В столице он провел трое суток, вдоволь насмотрелся на императорские нововведения. Возводимые повсюду храмы, дворцы, арены и театры с десяток раз трудом отбился от наглых и настойчивых зазывал у дверей веселых домов. От обилия заполонивших столичные улицы шутов, фокусников, музыкантов и нищих рябило в глазах. От вымаливающих наравне с нищими подаяния разномастных жрецов становилось муторно на душе. Сегодня вечером Лейвезу предстояла аудиенция с императором. Ничего хорошего старый тротильер от него не ждал. Он ясно понимал теперь, на что уходят подати и почему императорская казна пуста. А еще не менее ясно понимал, какая угроза нависла над империей с севера. Очевидцы, чудом несшие ноги обитателей сожженных городов и окрестных поселений, клялись, что северные дикарки заключили союз с неведомой темной силой. Твари падали с неба! Иступленно колотя себя в грудь, божился очередной детина с вытарщенными глазами и дрожащими от пережитого страха руками. Огромные, похожие на разожравшихся до чудовищных размеров летучих дьяволов нетопырей. Их крылья были столь велики, что заслоняли солнце. Они хватали целые дома, поднимали воздух и обрушивали вниз. Они... Лаевес, как правило, недослушивал. Высшие силы он не шибко верил. Ни в темные, ни в светлые, ни в какие. Понять, что именно произошло в северных пределах, помогла лишь взятая в плен дикарка. Она ничего не скажет, уверял приставленный каземату, в котором томилась пленница стражник. Ее уже не раз пытали, били, ломали ребра, жгли каленым железом, но она не проронила ни слова, лишь смирялась, когда ей прижигали пятки. Тебе она тоже ничего не скажет, старик. Лаевес пожал плечами и спорить не стал. Переступил казематный порог, запалил свечу, опустился на корточки и с полминуты пристально разглядывал скорчившуюся в углу, закованную по рукам и ногам, дикарку, плечистую, черноволосую здоровячку, с круглыми злыми глазами и оставленными пыточными инструментами, гнойными ранами по всему телу. «Приветствую тебя», закончив осмотр, на северном наречии сказал Тартильер. «Меня зовут Лаевес, я уничтожил сотни твоих соплеменниц, давно, много лет назад. Одних я убил в бою, иных подверг мучениям, а потом приказал казнить». Пленница, с ненавистью глядя Тартильеру в глаза, молчала. «Возможно, я убил твою мать, бесстрастно обронил Лаевес, возможно, бабку или старших сестер. Хочешь, расскажу, как умирала предводительница племени, которую я оглушил пущенным из прощи камнем и взял в полон. Сначала мои панцирники насиловали ее трое суток подряд, потом отсекли ей соски и заставили их сожрать. Затем пленница вскинулась, рванулась в сковывающих ее кандалах. «Тебя мы бы насиловать не стали!» с ненавистью выдавила она. «Мы кастрировали бы тебя и держали на цепи в проголодь, вымазанного в собственном дерьме! Ты бы вымаливал у нас смерть, но ждал бы ее долго, бесконечно долго, трусливый падальщик!» Ладонь Лаевеса метнулась к рукояти, жалованного покойным императором кинжала. Но в последний момент артильер сдержал гнев и выдергивать из ножен клинок не стал. «Не сомневаюсь», сказал он спокойно, «но я солгал тебе. Тательерия не насилует пленных и не издевается над ними. Да, я, возможно, убил твою мать или другую родню, возможно, казнил, но ни одну из них перед смертью не истязали. Они были храбрыми воительницами. Я уважаю их. Мучить и унижать пленниц — удел императорских лизоблюдов и палачей, но не солдат. Клянусь в том памятью моих сыновей». Пленница потупила взгляд. «Моё имя Салхаа. Что тебе от меня нужно?» «Я догадался, кто эти падающие с неба дьяволы, но хочу знать наверняка. Вам пещерных драгонов, не так ли?» Дикарка вдруг расхохоталась, весело и заливисто. «Ты глупец, старик», сказала она, отсмеявшись. «Драгоны трусливые и робкие, они ничто в сравнении с тем, что вас ждёт». «Больше ты ничего не услышишь. Ступай от меня прочь». Император принимал Ивеза в роскошном дворцовом зале со стенами, сложенными из плит розового мрамора, забранных на стыках орнаментом из чистого золота. «Ты наверняка наслышан о постигших наши северные земли неприятностях, тортильер», небрежно осведомился император. «Был он отчаянно, непозволительно юн, а ещё смугла кож, кориглаз, с падающими на плечи, вьющимися смоляными кудрями и перетянутым диадемой высоким лбом. Стоя в двадцати шагах от трона, старый Лаевес смотрел в глаза убийцы своих сыновей. «Это не неприятности», отрезал тортильер, едва сдерживая рвущую за сердце ненависть. «Это беда». «Так уж и беда. Варварские восстания не редкость в нашей истории. Тебе подобает об этом знать, старик». Ненависть прорвала сдерживающие заслоны. Лаевес распрямил плечи. «Не тебе указывать, что мне подобает знать, а что нет, молокосос». Император побагровел, вскочил с трона. «Стража!» Старый тортильер отпрыгнул назад, пригнулся, выдернул из ножен кинжал, мгновение помедлил, криво усмехнулся, выпрямился, швырнул клинок под ноги набегающим стражником. «Давай!» бросил он императору. «Вели меня заколоть!» «Стойте!» Император выдохнул, мотнул головой. «Ступайте прочь!» «Я погорячился, старик, прости!» «Что ты говорил о восстании?» Лаевес перевел дух, усилием воли взял себя в руки. Только что сопляк совершил достойный поступок. Тратильер сумел его оценить. «Это не восстание», твердо сказал он. «Это вторжение». «Если то, о чем я догадался, правда, нам осталось недолго. Дикарки истребят нас». Дактиль ластился, толкаясь лобастой башкой. Была она размером саму Ликху, поэтому толчки то и дело валили ее с ног. Тогда Ликха вставала и недовольно шлепала Дактиля по клюву. Тому игра неимоверно нравилась. Он радостно кликотал, расправлял крылья, толкался все сильнее и топтался на месте, поднимая клубы пыли. «Довольно!» Ликха толкнула клюв ладонями. Дактиль обиженно зажмурился. «Ну хватит», повторила Ликха примирительно. «Еще зашибешь». Некогда мелкий и неуклюжий птенец вымахал в исполинского грозного зверя. По утрам он улетал не весь куда, а возвращался под вечер, неся в когтях клыкаря, рогача, а то и драгона. Половину добытой туши сжирал сам, остальное доставалось племени. Привыкшие к жизни впрогладь воительницы ели теперь от пуза. Мать-предводительница следила, чтобы Ликхе доставался лучший кусок. Дактиль вновь расправил крылья, запрокинул башку и издал глухой гортанный клёкот, похожий на человеческий смех. Затем припал к земле и пристально уставился на Ликху, будто чего-то ждал. Она поняла, чего именно не сразу, а когда наконец поняла, растерянно заморгала. Затем неуверенно шагнула вперед и по распластанному на земле крылу взобралась на ребристую спину. умастилась между крыльями и обхватила руками длинную гибкую шею. Дактиль взмыл в небо, ветер хлестнул Ликхе в лицо и едва не сдул её прочь. Замерев от восторга, она смотрела на стремительно уменьшающиеся в размерах кусты, деревья, ручьи, на заплеменец, ставших похожими на мелкую саранчу, на входы в пещеры, в которых обитало племя. С каждым махом крылья всё меньше различимые, будто тающие на горных склонах. «На восток!» — неуверенно приказала Ликха и осторожно потерепила ладонью основания правого крыла. Дактиль послушно повернул к солнцу. «Теперь на запад!» Дактиль развернулся, описав в воздухе полукруг. «Вниз!» «Ты что, узнала зверенное слово?» — спросила мать-предводительницы, когда Ликха соскользнула на землю, а Дактиль на прощание, оттолкнув её башкой и свалив с ног, взлетел и отправился на охоту. «Нет!» — неуверенно ответила Ликха. «Он просто привязался ко мне, сама не знаю почему. Как ты его назвала?» Ликха не ответила. «Она никак не назвала своего зверя или скорее птицу, в основном потому, что была неуверена какого-то пола. Про себя она называла Дактиля «мой». Иногда сбивалась на «Моя». Когда солнце умостилось в зените, с юга прибежала воительница Скороход, вымотавшаяся, едва не падающая от усталости. «Имперские орды вторглись в наши земли», задыхаясь, сказала она. «Пограничные племена разбиты в сражении. Мало кому из воительниц удалось уцелеть. Сейчас имперцы движутся на север, истребляя всё на своём пути». Предводительница расправила плечи. «Мы не пропустим их. Я велю слать гонцов во все племена. Через двое суток мы будем в сборе и пойдём имперцам навстречу». «Мы погибнем», сказал Алик Ходактилю тем же вечером. «Все или большинство из нас тебе придётся жить без меня. Ты понял?» Дактиль потоптался на месте, подняв тучу пыли, фыркнул, затем взмахнул крыльями и взлетел. Поднявшимся ветром Ликху сшибло с ног и поволокло по земле. Она, не вставая, смотрела своему зверю вслед, пока тот не растворился в вечерних сумерках. Затем солнце зашло и зажглись звёзды. Тогда Ликха поднялась на ноги и побрела к пещерам. Наутро Дактиль вернулся, хлопание крыльев обрушилось на племя грохотом, рвал со склона холмов кусты и валил деревья поднявшийся ветер. Ликха выскочила из пещеры наружу и обмерла. Дактили приземлились. Их было десятка три. Огромных, страшных, уродливых. Ликхе казалось, что холм просядет под их тяжестью, вдавится в землю, провалится сквозь неё. Они наклоняли головы, раздевали клювы и молчали. Затем один за другим припали к земле. Ликха поняла. На спины! Во весь голос закричала она. Забирайтесь к ним на спины! Они наши! Ясно вам? Дактили теперь наши сородичи! Они заключают с нами союз! Император скривил пухлые мальчишеские губы. Ты шутишь со мною? Дикарок какие-то тысячи! Нас сотни тысяч! У них оружие из ломкого железа и меди! У нас из закаленной на кузнечных горных стали! Они понятия не имеют о воинском искусстве, а мы наследуем заветы множества поколений искусных военачальников! Каким же образом они истребят нас? С четверть минуты тартильер молчал. «Я полагаю», проговорил он наконец, «Северным племенам удалось заключить союз с дактилями. Я не раз видел их гнездовья, высоко в горах, в неприступных местах на отвесных склонах. Это страшные, чудовищные создания, повелитель. На дактиле нет управы. Они не подаются дрессуре, и звериное слово на них не действует». Император подался вперед. Смуглая кожа стремительно побледнела. «Я наслышан об этих тварях. Но ты сам не понимаешь, что говоришь, старик. Если дактиле не подаются дрессуре и не слышат слова, как же дикаркам удалось их приручить?» «Этого я не знаю. Скорее всего, они нашли средство нам неведомое. Что же ты предлагаешь, старик?» На этот раз в голосе императора явственно прозвучали неуверенность и страх. «Я?» удивился Лаевес. «Ровным счетом ничего. Мне осталось недолго, юноша. Несколько лет, с десяток от силы. До дня, когда варварки вторгнутся в южные земли, я не доживу». «Вот как?» Император заломил бровь. «Судьба империи выходит тебе безразлична?» «А тебе?» Дерзко вопросом на вопрос ответил Лаевес. Юнец вновь побагровел от гнева, но на этот раз держал его. Я спросил тебя первым. Слушаю твои слова. «Что ж, изволь, были времена, когда я, не раздумывая, отдал бы жизнь за отечество. Но эти времена в прошлом, потому что отечество отвернулось от меня?» «Хорошо». Император рубанул в воздух ребром ладони. «Что нужно для тебя сделать, чтобы ты справился с поразившей империю напастью?» Старый тартильер обреченно вздохнул. «Ничего», сказал он устало. «С этим не справиться. Шансы ничтожны. Их практически нет. Если это дактили, то те, кто правят ими, правят ими миром». «Ладно, что ж, вели слать гонца на юг. Нас осталось восемь десятков, все старики. Но это два панцирных клина. Я поведу их на север. Мы попытаемся». «Не понимаю», растерялся император. «Ты только что отказался от моего предложения, а теперь выходит, соглашаешься? И своих стариков поведешь на убой? не понимаю». «Император дурак!» отозвалась птица пересмех. «Слава императору!» «Заткнись!» прикрикнул на птицу Лаевес. «Дурак тут один я. Хотя бы потому, что тоже не понимаю, зачем собираюсь на верную смерть». «Да, еще одна мелочь, повелитель. Ты спросил, что нужно сделать, чтобы заручиться моим согласием, не так ли?» «Так», коротко кивнул император. «Слушаю твои слова. Проси все, что хочешь. Что тебе нужно? Золото? Признание? Слава? Трон? Клянусь памятью отца, я уступлю его, если отвадишь от нас беду». На пару мгновений старый тортильер замер. Гнева и ненависти в нем больше не было. «Пустое», сказал он и поклонился в пояс. «Прикажи отпустить пленницу твое величество. Пускай уходят». Они остановили вторжение за считанные часы. Страшные твари, которых в империи называли панцирами, а в племени презрительно черепахами, больше не казались ликхи чудовищами. Настоящие чудовища падали на них с неба, хватали когтями одного за другим, отрывали от земли вместе с наездниками и взмывали в небо, затем швыряли обратно на землю. Трое суток спустя племя вторглось на имперскую землю. Воительницы не знали жалости и не давали пощады. Пограничные заслоны все как один были смяты, защитники истреблены. Затем настала очередь поселений, а за ними и городов. Дактиле с лета обрушили крепостные стены, свалили замки, растерзали жилые дома. Города горели, имперские мужланы и бабы гибли в огне. Пытавшихся убежать догоняли и с воздуха добивали стрелами. Затем появились солдаты. Четыре выстроившихся копейными наконечниками панцирных стаи шли в лобовую атаку и не встретили на своем пути никого. Но они перли и перли вперед, напролом, через пепелище на север, пока дактиле с холмов и их крылья не застили небо. С вожаком последней стаи Ликха расправилась сама. Это был отважный мужлан. Он не обмер от ужаса, когда оказался в воздухе вместе со своей черепахой. Выскочив из укрытия между панцирных наростов, мужлан отчаянным прыжком замахнул дактилю на крыло. Вцепившись в перья, удержался на нем. Подтянулся и, зажав в зубах нож, пополз по оперению к наезднице. На мгновение их взгляды встретились. Страха в глазах имперца не было. Ни малейшего. Вообще. А была только ненависть. И еще горе плеснулось в них, когда дактиль под лихтой разжал когти, отправив закованного в панцирь зверя в смертельный полет к земле. Она метнула копье, когда имперец оказался в пяти шагах. Нехотя метнула. Сожалением. Просто потому, что другого выхода не было. И этот мужлан, не убей его ликха, непременно добрался бы до нее и зарезал. Пару мгновений он, пронзенный копьем насквозь, еще держался на крыле. Он даже умудрился выплюнуть себе в ладонь нож и замахнуться, но метнуть не сумел. Сорвался и полетел вниз. Тортилья вот уже пятые сутки шла на север. С каждым днем редели спешащие навстречу колонны, цепочки и стайки беженцев. Затем они вовсе иссякли. Местность вокруг обезлюдила. Поселения стояли пустыми. Вызвавшийся проводником молодой Гореш, брат императорского посланца, сидел рядом с лаевезом в пазухе между панцирными сегментами. Гореш был единственным юношей среди отправляющихся навстречу со смертью стариков. Тартильеру он пришелся по нраву. Был юнец немногословным, сосредоточенным, выносливым и неприхотливым, будто не отирался всю жизнь среди придворных льстецов и с измольства привык к тяготам походной жизни. На изломе пятых суток пути в воздухе запахло гарью. Вскоре к ней добавился испускаемый разлагающейся плотью смрад. Привстав, Лаевес мрачно смотрел на распростертые на земле тела. Их с каждым часом становилось все больше, а зловоние все сильнее. Падальщики не справлялись с обилием пищи и обгладывали мертвецов лишь частично. Когда солнце закатилось за западные холмы, Лаевес велел становиться на привал. К трупному смраду ветеранам было не привыкать. Сожженные города в трех часах пути, бросил гореш, «Скажи мне, тартильер, зачем мы туда идем?» Лаевес пожал плечами и не ответил. Он сам толком не знал зачем. «Там впереди верная смерть», — бесстрастно проговорил гореш. «Или ты знаешь, как ее избежать?» «Мы все умрем», — вместо тартильера отозвалась птица пересмех. «Мертвецы дерьмо! Слава императору!» Наутро Лаевес велел трубить общий сбор. Старики окружили его. Восемь десятков мрачных, насупленных, видавших виды смертников. Тартильер оглядел их одного за другим, затем сказал, «Братья, нас ждет бой северными дикарками, но это уже не та орда, с которой мы сражались два-три десятка лет назад, и у которой не было против тартильерии ни единого шанса. Я полагаю, они заключили союз с горными дактилями. Не знаю, как им удалось заставить этих тварей служить себе, но мы или поймем это, и тогда сумеем совладать с чудовищами, или умрем. мы умрем даже если успеем понять, подал голос однорукий Баус. Пусть так. Их меньше сотни, мать-предводительница пренебрежительно фыркнула. Разведчицы, говорят, сплошь дряхлые старики. Не понимаю, зачем эти глупцы пригнали сюда своих черепах. Ликха пожала плечами, она тоже не понимала. Ладно, бросила мать-предводительница равнодушно. Объем их. Скажи своему... Она кивнула на расправляющегося с драгоней туши дактиля. Чтобы звал сородичей. Умастившись между основаниями гигантских крыльев, Ликха пристально смотрела вперед и вниз. Туда, где ползли по выжженной равнине две черепашьих стаи. В империи их называли панцирными клиниями и некогда считали непобедимыми. Ликха хмыкнула. Больше наверняка уже не считают. Хранящиеся в панцирных пазухах старики должны понимать, что отправились на верную смерть. Что ж, не ее забота. Имперцы пришли за смертью и значит ее получат. Внезапно Ликха поняла, что не испытывает ни восторга, ни даже малейшей радости от предстоящего истребления. Эти старики явно не были глупцами, как назвала их мать-предводительница. Они наверняка знали, что случилось с их предшественниками и шли на смерть осознанно. Из принципа вспомнила Ликха некогда знакомые по имперской жизни слова. Так говорили о мужланах, расстающихся с жизнью добровольно, из-за 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 что умереть им велел долг. Какой долг и перед кем Ликха не понимала. Она тряхнула головой, подавляя неуместные перед боем мысли. Вгляделась, наметила для себя гигантского панцира во главе первого клина. «Вниз!» гаркнула Ликха. «Вперед и вниз!» Дактиль под ней послушно сложил крылья и наискось понесся к земле. Назад. Поднявшись в панцирной пазухе в рост и собрав воедино бесстрашие и волю, старый лаевес раз за разом отдавал мысленный приказ, стремительно несущийся к земле исполинской твари с уже различимой наездницей на хребте. «Назад!» я сказал! «Бесполезно!» понял он. Тварь расправила крылья, выровнялась, и теперь целеустремленно заходила в атаку так же, как три десятка ее сородичей. Ни малейшего смятения, неуверенности или страха в них не было. Звериное слово не сработало. Оставалось умереть. Когда дактиль приблизился на расстояние полета стрелы, верный стекач совершил то, что считалось почти невозможным. Он взревел и встал на задние лапы, как жеребец на дыбы. Сумел продержаться на них, пока исполинская тварь не зависла прямо над головой и лишь тогда махнул выпростанно из-под панциря передней лапой. Удар раскроил дактилю брюхо. Чудовище пронзительно заверещало от боли и вместе с ним истошно заголосило умастившаяся между крыльев наездница. От горя чутьем понял старый лаевес. Он изогнулся в пазухе и прежде чем лапы у сикача подломились, успел пустить в дикарку стрелу. Чудовище с раскроенным брюхом метнулось в сторону, унося с собой наездницу. Но лаевес уже этого не видел. Сикач рухнул на землю плашмя и новая крылатая тварь с лету обрушилась на него, когтями ухватила за панцирь. Последним отчаянным усилием тортильер умудрился вышвырнуть из пазухи молодого гореша, а миг спустя дактиль оторвался кача от земли и понесся ввысь. Ветераны грянулись озимь вместе, старый панцир и старый воин, и умерли вместе в один миг. Ликха пришла в себя посреди ночи, превозмогая разламывающую тело боль, неверными руками ощупала себя. Не удержавшись, заорала от боли, напоровшись ладонью на раскроившую кожу сломанную коленную кость. Затем нашарила древко пробившей грудину стрелы. Собрав остатки сил, рывком выдернула ее вместе с наконечником и потеряла сознание. Вновь она очнулась, когда солнце уже взошло. Опираясь на локти, привстала и обмерла от бессилия и горя. Она была посреди леса, поваленного, поломанного, будто по нему прошел ураган. Вытянув шею, сосвернутой на сторону головой и распластав крылья в десяти шагах, лежала ее мертвая птица, ее зверь, ее дактиль, которому Ликха так и не дала имя. Она заскулила, потом заплакала, впервые в жизни. Извиваясь на земле, поползла к вывалившимся из распоротого брюха внутренностям, обогнула их, добралась до разверзнутой клоаки и оцепенела, увидев кожистое, покрытое слизью, яйцо. Тогда Ликха завыла от горя. Ее дактиль оказался женщиной, успевшей породить новую жизнь, прежде чем расстаться со своей. Только вот выхаживать эту жизнь было некому. Ликхе осталось недолго. Со сломанной ногой она не доберется до племени и достанется лесным хищникам, если только раньше не околеет от голода. Она вновь потеряла сознание, а когда очнулась, в густеющих вечерних сумерках увидела человека, мужлана, имперца. Он приближался осторожно, опасливо, с зажатым в руке клинком на голо. «Стой, где стоишь!» на имперском наречии выдавила из себя Ликха. Мужлан резко обернулся к ней, замер, разглядывая. «Подойди ближе», велела Ликха. «Не бойся, я умираю и не причиню тебе вреда». «Ты кто?» Имперец глотнул, шагнул вперед, перевел взгляд с Ликхи на дактиля, потом вновь уставился на нее. «Меня зовут Гареш». «Эти ваши твари». Он осекся, зло сплюнул в траву, утер рот ладонью. «Выходит, одно мы все-таки достали, значит, старики-ветераны полегли не напрасно». «Старая немощь!» подала вдруг голос, сидящая на плече имперца диковиного вида птица. «Старый дурак мертв, большое горе!» Имперец криво усмехнулся, шагнул к Ликхе, занося на ходу клинок. «Постой!» выкрикнула она. «Ты убьешь меня, но сначала выслушай!» пару мгновений имперец колебался, затем опустил руку. «Хорошо, слушаю твои слова». «Там!» Ликха кивнула на своего мертвого дактиля. «Прямо за ним, за ней, увидишь в траве яйцо, высидишь его». «Что?» изумился горыш. «Ты дикарка в своем уме?» «В своем». «Высидишь и возьмешь себе птенца, выкормишь его, ты понял?» Рука имперца разжалась, клинок выпал, вонзился в землю острием. «Вот оно что!» растерянно прошептал он. «Птенца! Кто бы мог подумать? Зачем? Зачем ты рассказала мне это?» Ликха не ответила. Она закрыла глаза и бессильно повалилась на спину. она сама не знала зачем. Читал Денис Любомирский. Друзья, не спешите переключаться. Немного важной информации. Автор Майк Гелприн приглашает слушателей на свой YouTube-канал. Там выложены озвучки более чем сотни его рассказов. Ссылка на канал в описании ролика и в закрепленном комментарии. Спасибо за внимание.